Яркий вечер в Государственном Академическом Русском Театре Драмы имени Гурького ознаменовался премьерой спектакля Мартина Макдонаха «Человек-подушка». Труппа впервые взяла в работу произведение этого всемирно известного британского драматурга, сценариста, автора откровенных провокационных пьес. Его любимая тема – возмездие, которого нет, и равнодушие, которого слишком много. Когда я прочел с этого времени, у меня прошло лет пять, наверное, а сама подготовка у нас шла меньше месяца. Я скажу, что это, к сожалению, конечно, потому что материал очень сложный, и чтобы актеру донести, наверное, во время процесса уже работы на площадке, и во время спектакля актер, наверное, скорее всего, доберет то, чего не добрал на репетициях. Актерский состав был мной выбран, и мне кажется, я удачно это сделал. Кто же этот загадочный человек-подушка? Детективная история не оставляет зрителя равнодушным, ведь действие происходит в комнате для допросов. Двое полицейских ведут расследование жестоких убийств, в которых обвиняются писатель Катурян и его брат Михал. В процессе допроса следователь заставляет Катуряна взять на себя ответственность за то, что сценарии совершенных убийств полностью совпадают с сюжетами его еще не опубликованных рассказов. Артисты театра «Астана-Опера» порадовали столичную публику концертом, состоявшим из романтических музыкальных миниатюр. В этот вечер для публики прозвучали произведения мировых композиторов в жанре романса Пиццолы, Шумана, Артура Маркеса и Хосе Марии Кано. И вот сегодня зритель услышит, услышит, также и увидит наши фантазии, эмоции, которые мы будем воплощать в звуки, в музыке здесь, в камерном зале. По поводу еще произведений, конечно, хотелось бы отметить Дан Цон, латиноамериканского композитора Артура Маркеса. Для него, чтобы это исполнить, мы специально сделали переложение, если быть точнее, Толкат Бердегулов сделал переложение конкретно для нашего состава, и сегодня астаницкий зритель впервые услышит это в Астане, здесь, в театре «Астана-Опера». Также в концерте вы услышите немного джаза, совсем немного, но такого тонкого и элегантного. В ходе вечера под названием «Романтик» в основном звучала легкая музыка композиторов 19-20 веков, но организаторы решили украсить концерт рядом произведения современных авторов. Известные музыканты из Южной Кореи выступят в столице Казахстана. Завтра, 5 февраля, в концертном зале «Астана» состоится вечер симфонической музыки с участием дирижера Юна Ки Йон и флейтистки Лизи Йонг. «Благодаря тесным культурным отношениям между нашими странами я стал каждый год приезжать в Казахстан. И каждый раз представляемая концертная программа не похожа на предыдущую. К примеру, в этом году я решил исполнить побольше Бетховена, потому что, как всем известно, в нынешнем году отмечаются его 250-летия. Еще одна особенность в этот раз – это исполнение оркестра симфонических произведений с флейтой». А вот для флейтистки Лизи Йонг – это первая поездка в Казахстан. В настоящее время она является профессором в университете Хью Псунг и членом квинтета деревянных духовых инструментов. «В Казахстан я приехала впервые. Сейчас идут подготовительные работы к большому концерту. С казахстанским оркестром мы сработали сразу же. Я буду исполнять симфонические произведения с настоящими талантами в своем деле. Надеюсь, местным зрителям понравится наша программа». В программу музыкального вечера войдут третья симфония Бетховена, концерт для флейты с оркестром Нильсона, также прозвучат произведения казахских, русских, западноевропейских и корейских композиторов. Главным дирижером вечера выступит Ярнар Нуртазин, а творческим руководителем – Берик Батырхан. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 7 февраля в Музыкально-драматическом театре имени Бекижанова посетите постановку «Пай-пай, жаз, жубай, ла рай». 7 февраля в Драматическом театре имени Достоевского пройдет комедия «Блэз». 8 февраля в Театре Астана Опера состоится концерт «Чарующая Франция» из цикла «Форте-трио» приглашает. Редактор субтитров А.Семкин